добрый день дорогие друзья это программа тема дня на канале и тонн тв сегодня в студии михаил юровский арабский исламский террор снова поднял свою отвратительную голову и уже несколько израильтян погибли от рук арабских исламских террористов чтобы понять как с ним бороться как эта ситуация будет развиваться с нами на связи по скайпу наш эксперт политолог авраам шмулевич здрасьте авраам добрый день и так террор мы снова страдаем от террора на и наши граждане гибнут а как с этим можно бороться ну помните за известное выражение сталина если враг не сдается его уничтожают израиль действует прямо противоположным образом если враг уничтожает себя то мы ему даем за это дополнение различные привилегии я напомню что тоже самый хамас который действует в газе он существует исключительно на израильские деньги на деньги израильских налогоплательщиков израиль поставляет туда электричество причем говорят бесплатно хамас даже не платит за это все стройматериалы которые идут продовольствие несколько грузовиков из израиля идет каждый день пресекают разделительную черту в газу тоже касается на самом деле арабов автономии есть организация которая называется организация освобождения палестины причем палестина от евреев палестина они понимают все свои весь израиль там где мы с вами живем израиль практически сам подарила ты это 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 организации государства так называемого пристече палестинскую автономию мы читаем про всякие визиты различных палестинских кавычках деятелей из хамас из ашин организации освобождения палестины по всему миру они видят агитацию против израиля требует принять против нас санкции так далее пусть покупают там и оружие а как они попадают за границу там же нет автономии они попадают тоже как и мы через аэропорт бен-гуре он их сами пускаем вы знаете в те условия которых сидят арабские террористы в наших тюрьмах если кто-то его что попадается даже тяжело раненого мы его за опять же за счет израильских нового купотельщиков мы его вылечим мы его поместим в тюрьму где он будет сидеть в условиях пятизвездочного отеля имеет право на получение бесплатного образования если какой-то солдат его не дай бог застрелит этот солдат очень рискует большие рискует пойти в тюрьму если допустим арабы начнут вас забрасывать камнями да и выбросить начнете в них кидать камни в ответ то скорее всего ситуация будет следующей что вас арестуют ну что полиция вас легко на поймать арабов никто искать не будет и вы пойдете или в тюрьму или заплатится хороший штат то есть это те условия которые мы сами создаем для арабских террористов почему же в этих условиях не заниматься террором за каждый практически волну террора арабы получают какие-то очередные уступки скажем хамас сейчас требует видимо получил этого различные после этих обстрелов экономические годы в год и расширение экономические зоны рыбоводства и так далее все он более-менее по получит возьмите даже израильских арабов мы как же знаем что то просто которые публикуются время от времени показывают что больше 50 процентов их не считают израиль своим родин родина не выступают против существования израиля меня например недавно мои знакомые из советского ну из российского кавказа с дагестана прислали ролик который там ходит до опрос в израиле вы его не увидите да вот на арабском телевидении российском телевидении все сетях уходит спрашивают после заявления трампа спрашивают арабских школьников в израиле а то еще согласны с решением о переносе посольства в иерусалим и яска школьников из израильский арабские наши согражданами говорят а что такое государство израиль мы не знаем такого государства есть только оккупированная палестина в которой мы живем а израиль мы не признаем это израильские школьники эти зальские граждане до которые учатся в израильских школах по всем программ которые утверждено и проверяют израильской министерства присвещения вы слышали что директор этих школу как было какое-то взысказывание учителям они учат это в своих школах у наших школ вот вы знаете что арабские сейчас говорят все про харидин которые не служат в армии якобы хотят не совсем так где-то треть из них служит но не важно да арабы не служат все да а при этом скажем есть у нас в такое явление как положительная дискриминация еврейского населения араб который хочет стать врачом он получает 100 баллов психометрии форы да то есть ему чтобы поступить в университетом нужно и психометрии на 100 баллов меньше они получают за свою позицию за ту поддержку хамаса шерцеп которые они высказывают за те палестинские хамасовские флаги которые висят в арабских деревнях галилеи за то что вы в израильских арабских кварталах даже иерусалима вы не встретите ни одной надписи на иврите вот за все это после каждого такого выступления государство израиль дает определенные подачи то есть в этой стране если вы выступаете против государства если вы воюете если с этим государством если вы убиваете еврейских граждан то в конце концов вы получите за это какой-то приз это та практика этого наши правительства все наши правительства придерживаются уже на протяжении нескольких десятилетий но в этих условиях только ленивые не будут заниматься терроризмом в палестинской автономии а повторяю которую мы сами ее создали убийство или теракт против евреев социальный лифт там страшное экономическое неравенство нет никакой возможности сделать корректной экономики там нету если вы пойдете и ранить или убьете еврея и вас при этом не заставят на месте а те вот решения которые принимает наш армия судебная система сводит вероятности этого к нулю то вы по выходе через несколько лет после очередной сделки из терроризмом будете получать пожизненную пенсию которую опять же израиль переводит палестинской автономии будете уважаемым человеком но в этих условиях только повторяю ленивыми будет заниматься терроризм так что к сожалению пока наша политика в отношении организации освобождения палестин который мы официально называем партнером и хамаса который который мы кормим и содержим за свой счет и израильских различных арабских организаций которые выступают против существования сами израиля и за это сидят нашим кнессете и принимают наши законы пока эта политика не изменится террор будет не только продолжаться на усиливаться как мы видим когда мы привод в начале талии наш наш большинство видимо сушить приехали начали 90-х годов это было ли серых ножей то сперта уже есть баллистические ракеты у нас используется уже газа раньше 20 лет назад из газа выходили террористы вооруженные ножами спертом есть целая армия и оттуда вы выходит уже ракеты и минометные снаряды но так дальше будет еще хуже то есть политика не изменится скажите господин шмалевич роль израильского правительства понятно и естественно можно и нужно его критиковать мы будем продолжать это делать а вот какова роли мировых держав может быть европы в в поддержке вот в создании попутного ветра может быть даже опосредованного не прямого но попутного ветра террору в частности террору хамаса вот например поддержка россии хамаса в генеральной ассамблее оон насколько она повлияла на его уверенность в себе хорошо повлияло россия дает зонтик пользуясь своим правом веда в совете безопасности поддерживает все израильские анти израильские сказать арабские резолюции россия официально выступает за то чтобы практически израиль был уничтожен то есть она поддерживает требования хамаса и требования требования организации освобождения палестина об отступлении 6 границам шестидневной войны 67 года так что в этом смысле совершенно анти израильская политика если лавров министр иностранных дел россии говорит про хамас что это наши партнеры да те которые расстреливают беременных женщин вот но к сожалению сходная позиция занимает и западная европа в общем-то значительной степени та же самая палестинская автономия существует за счет денег которые переводят ей европейские страны практически все страны евросоюза они финансируют так или иначе это сама палестинская автономия палестинцы это абсолютно искусственное образование если исчезли те деньги которые переводят западная европа которым переводят арабские страны которым переводит он то их бы уже давно не было вот поэтому она понимает по такой ситуации мы идем значительная значительная часть даже западных стран были бы очень рады если бы израиль прекратил свое существование мы себя живем мы ведь евреи израильцами ведем себя так будто мы живем какой-нибудь швейцария вокруг на самом деле вокруг нас находится масса сотни миллионов людей и чуть дальше от нас тоже в европе находится сотни миллионов людей которые жаждут нашего уничтожения физически в этом смысле них не сильно изменился после хава после хава коста точно также как евреи европы на самом деле ними не верили что-то их соседи там хотят их физически уничтожить то же самое то же самое и мы израильтяне на самом деле в глубина души мы не верим что нас хотят убить у нас да хотят убить и хотят леквизировать это государство занимается этим пока они могут убивать искать и отдельных евреев на дорогах они это делают как только появится такая возможность они убьют всех нас это то о чем не мечтают и скажите последний вопрос наверно сегодня господин шмулевич если мы говорим о россии вы как специалист по межнациональным взаимоотношениям в частности давно и долго интересуетесь народами кавказа в их истории взаимоотношения с центральной с московским правительством вот насколько поддержка на мусульманском кавказе российском и насколько широка поддержка вот и хамаса я несколько лет назад был первый визит официальный делегации хамаса в москву я слышу от знакомых российских мусульман что они смотрели на эти хамасов способ с открытыми глазами вот организация которая получилась они смогли создать исламское государство почему мы тоже не можем так они воспринимают есть очень многие воспринимают хамас в качестве организации которая служит им примером они смогли создать государство на основе ислама как они понимают то же самое государство они хотят создать в россии то есть в этом смысле ненависть российского истеблишмента российских властей к израилю настолько велика что они закрывают даже на это глаза и культивирует пример который и россии многие российские мусульмане использовали рассчитывают построй по таким также победить россию как они считают хамас победил израиль но на северном кавказе очень сильны антисемитские антиизраильские настроения надо сказать они культивируются и москвой и культивируются теми исламскими центрами которых с которым связано мусульмане 7 северного кавказа в этом смысле несмотря на все те противоречия которые есть между очень многими на северном кавказе и федеральным центром и значительная часть и чеченцев и дагестанцев и ангушей они полностью поддерживают политику москвы которые направлены как мы уже сказали по сути на уничтожение израиля и не нужно забывать что чеченские так называемая в российской военной полиции это кадыровцы они очень находятся на гаванах у наших границ что же спасибо большое за ваш подробный комментарий политолог авраам шмулевич всего хорошего до свидания спасибо и вам друзья спасибо что были с нами всего хорошего вам пока это была программа тема дня на канале тонн тв в студии был михаил юровский